Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и я расскажу вам о главных новостях Ленинского района. В Видном прошел рейд федерального проекта «Народный контроль». Произведено данное изделие 13 декабря 2018 года. Соответственно, срок годности истек два дня назад. Отчетный период продолжается. С докладом выступила администрация сельского поселения «Совхоз» имени Ленина. В целом поселений очень много. Вы посмотрите, проводятся культурно-массовых мероприятий. И мероприятия в области досуга для детей, для жителей, для ветеранов. Это очень важно. Экологический урок для первоклассников Видновской школы номер 7. Пластиковую упаковку куда будем выбрасывать? В сую. Потому что можно переработать. Можно переработать. Умненько. Представители федерального проекта «Народный контроль» посетили несколько сетевых магазинов в Видном, чтобы проверить прилавки на наличие просроченных товаров. Что показал рейд? Насколько внимательно продавцы относятся к срокам годности, расскажет наш корреспондент Юлия Погасьян. Просрочка. Как много в этом слове. В суматохе дел несложно наткнуться на некачественный товар, а потом страдать от боли в животе. На продавцов надежды мало. Нехватка персонала, который бы следил за сроками годности – самая распространенная отговорка. В большинстве случаев на просрочку проще всего попасть в сетевых магазинах. Час, очень часто. Раза три я заставала. Я смотрю, не беру. Я, правда, говорю, что просрочен товар. Один из таких сетевых супермаркетов в Видном на советском проезде посетили участники федерального проекта «Народный контроль». Внимание обращали на скоропортящиеся товары. Они чаще всего и бывают просроченными. Кисломолочная продукция, детское питание, яйца, овощи, фрукты, зелень. За 20 минут рейда собралась корзина просроченных продуктов. Все это общественники попросили тут же утилизировать. Следим. Просто иногда бывает, что сзади стоит. Вот как вот эта сметана, наверное, стояла сзади. Нет, впереди. Но будем стараться, чтобы больше жалоб не было. И если в этом магазине просрочки нашлось только на корзину, то в другом супермаркете на улице Школьной для некачественного товара не хватило целой тележки. Общественники нашли полный ящик майонеза с истекшим сроком годности. Срок хранения майонеза при комнатной температуре 45 суток. Произведено данное изделие 13 декабря 2018 года. Соответственно, срок годности истек два дня назад. На выброс пошло и пол холодильника кондитерских изделий. Моя рекомендация – это смотреть обязательно на срок годности товара, особенно в молочной продукции, в детском питании, в консервированных товарах. Их очень часто, хоть они и долго могут храниться, но в связи с этим сотрудники магазина могут долго не обращать внимания на них. Как и в предыдущем случае, просроченные продукты были тут же утилизированы. Представители народного контроля отмечают, с каждым таким рейдом некачественных товаров на прилавках становится меньше. Общественная акция дает свои плоды. Руководство всех подовольственных товаров, они знают, что есть такая общественная организация, которая наблюдает, следит, приходит и проверяет. Поэтому сотрудники стараются не нарушать законы прав потребителей. И я думаю, что с каждым годом это все лучше, лучше и лучше становится. Как известно, мы это то, что мы едим. Поэтому не пренебрегайте сроками годности. Возьмите это себе за правило. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Ольга Садовская, ВиднетВ. В сельском поселении совхоз имени Ленина состоялся отчет главы по итогам 2018 года. В ходе встречи жители смогли задать представителям местной и районной администрации свои наболевшие вопросы. Также в полной мере ознакомиться с социально-экономической деятельностью сельского поселения. На отчете побывала наша съемочная группа. Перед началом отчета главы сельского поселения совхоз имени Ленина в фойе Дома культуры прошел общественный прием граждан. Свои вопросы жители задавали представителям управляющей компании и пенсионного фонда. После чего все отправились слушать доклад главы сельского поселения о проделанной работе за прошедший год. По словам жителей, местная администрация создает для них самые благоприятные жизненные условия. Люди, которые приезжают к нам, очень довольны. И мы довольны. Нашим проживанием, нашим и отдыхом, и дети вот у нас, и катаются на санках, и с горки, и у нас каток открылся. У нас все доступно, все бесплатно, и мы довольны своей Еленой Ивановной. И жить нам очень здесь комфортно. По сравнению с тем, как мы жили раньше и что сейчас делается в поселке, просто грандиозные улучшения, их видно невооруженным глазом. И как бы просто пришла до того, чтобы еще раз посмотреть, убедиться, какая большая колоссальная работа проводится в поселке. В ходе отчета глава сельского поселения Елена Добренкова не только доложила о проделанной работе, но и рассказала о планах на нынешний год. По ее словам, основная и самая глобальная цель построения территории социального оптимизма останется неизменной. По итогам годовой плодотворной работы Елена Ивановна получает обратную связь от жителей. Безусловно, мы получаем отклики. Нельзя сказать, что это все время положительные отклики, потому что жители по своей сути бывают очень критичными, выдвигают какие-то замечания. Мы пытаемся на них реагировать достаточно быстро. Но в основном и в целом это положительные отклики о работе администрации в целом и работе поселения. Некоторые жители Ленинского района впервые прибыли в совхоз имени Ленина. Знакомство с сельским поселением на отчете главы оказалось для них весьма приятным. Хотел просто вообще познакомиться с совхозом имени Ленина, потому что я здесь не был ни разу, первый раз пришел. И поэтому посмотреть, увидеть и познакомиться с тем самым. Свою оценку итогом работы сельского поселения за прошедший год дал первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков. Он отметил слаженное взаимодействие жителей и местных властей. По его словам, несмотря на небольшую численность населения, в совхозе имени Ленина есть неплохие перспективы для дальнейшего развития. Поселение всегда активно участвует во всех районных мероприятиях. В целом поселений очень много. Вы посмотрите, проводится культурно-массовых мероприятий и мероприятий в области досуга для детей, для жителей, для ветеранов. Это очень важно. Как для нас, для районных властей, так и, конечно же, для жителей поселения совхоза имени Ленина. После отчета представители местной и районной администрации ответили на вопросы, которых у жителей было немного. А завершилось подведение итогов церемонии награждения тех, кто трудится на благо сельского поселения совхоз имени Ленина. Арсений Рогозянский, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ. В колледж Московия поступило сообщение об опасности теракта. Так начинался сценарий тренировки, которая прошла в учебном заведении поселка Развилка. В ней приняли участие руководство, преподаватели и ученики колледжа. За развитием событий на месте условного происшествия наблюдала и наша съемочная группа. О результатах учений узнал наш корреспондент Максим Козлов. Размеренное течение урока прерывается командой преподавателей, которые заглядывают во все шкафы, парты, укромные уголки. В поисках таинственного предмета обращаются и к помощи учеников. Смотрите вокруг внимательно, нет ли где-то каких-то чужих сумок, посторонних предметов или предметов, вызывающих опасения. Территория колледжа Московия 20 тысяч квадратных метров. Осмотреть все непросто. В одном из кабинетов штаб, которым руководит директор учебного заведения. После осмотра первый доклад. Проверки помещений, находящихся в здании колледжа, выполнены в полном объеме. Проверено 100% помещений. Запертые кабинеты и другие помещения вскрывались, если там осуществлены преподаватели. Соответственно, проверенные помещения закрыты. Посторонних предметов не обнаружено. Несмотря на то, что это учение, здесь все максимально приближено к реальности. А все действия членов штаба должны четко соответствовать инструкции. Поступила информация о якобы возможном совершении террористического акта. Что должен делать руководитель образовательной организации в данной ситуации? Как он должен управлять своей организацией? Насколько он глубоко знает требования руководящих документов? Насколько глубоко преломляются эти вопросы в практической реализации в образовательной организации? Вот мы и хотим посмотреть. После осмотра здания – выход на прилегающую территорию. Внимательно исследуется все припаркованные автомобили, колодцы и даже сугробы. Наличие следов, наличие повреждений этого снежного наста может говорить о проникновении посторонних людей на территорию колледжа, ну и, соответственно, о возможных последствиях. К учениям привлекаются преподаватели, имеющие опыт работы в подразделениях, обеспечивающих безопасность граждан. Учение не первый раз. Учение проходит постоянно, так как учебное учреждение является местом повышенной опасности. Привлечение с меня и Михаила Евгеньевича Бабурина как преподавателей, имеющих определенный опыт. Меня как бывшего сотрудника аэропорта из службы обеспечения авиационной безопасности Михаила Евгеньевича, как преподавателя по ВЖД и имеющего опыт работы в проохранительных органах. Наконец на прилегающей территории найден подозрительный рюкзак. Прикасаться к нему строжайше запрещено. Место оцепляется. Один из преподавателей остается его охранять. По системе оповещения колледжа звучит объявление. Добрый день, уважаемые преподаватели и студенты. На территории колледжа найден подозрительный предмет, похожий на взрывчатое устройство. Огромная просьба сохранять спокойствие, оставаться на местах, отключить мобильные телефоны, выключить все из розеток. В учениях задействованы части МЧС и правоохранительных органов. Приехавшие сотрудники полиции осмотрели находку и приняли решение об эвакуации. Прилетесь по этажам. Каждый человек по группе или по квасу, как у вас есть. В общем, всех выводим. Через считанные секунды включается пожарная сигнализация. Эвакуация должна пройти в строго отведенное время. В здании в этот момент находилось порядка 300 человек, учеников и преподавателей. Они покинули помещение в нормативное время. Три минуты. Эти учения только часть комплекса мероприятий антитеррористического направления. Командно-штабные учения начались у нас вчера. Продолжительность два дня. Регламент расписан на два дня. Вчера, вчерашний день организационный. То есть мы работали с документами, сознавали степень важности, разбирали каждый пункт по действиям. В общем-то, вот такие организационные мероприятия вчера мы проводили. Подобные тренировки на постоянной основе проводятся и в других учебных заведениях Ленинского района. После их окончания будут проанализированы действия всех участников и сделана работа над ошибками, если такие имелись. Максим Козлов, Егор Хлябич. Видное ТВ. Экологический урок под названием «Живая планета» прошел для учеников первого класса Видновской школы номер 7. Ребятам рассказали о том, что не весь мусор сегодня попадает на мусорные полигоны. И среди отходов жизнедеятельности человека есть такие, которые могут обрести вторую жизнь, попав в переработку. Стоит только научиться правильно разделять то, что идет на выброс. Вместе с первоклассниками азы раздельного сбора мусора постигала и наша съемочная группа. Ознакомительные уроки по раздельному сбору мусора в эти дни проходят во многих школах Ленинского района. Педагоги уверены, привить детям культуру разделения отходов на так называемые грязные и чистые гораздо проще, чем взрослым. Ну а те, возможно, и своим родителям помогут в этой перестройке привычной жизни. Мы им расскажем, почему они должны выбрасывать в разные контейнеры, что из этого мусора может получиться. И они должны понять, что каждый из них важен, и что каждый из них может помочь городу, стране и всей земле в целом. Оказалось, что многие ученики знают о полезных свойствах мусора. Андрей Шашкин по любому вопросу готов был высказать свое мнение. Убирать этот мусор и его перерабатывать на новые и хорошие очистительные чистые вещи. Ребятам было дано задание принести из дома мусор. И на партах у них оказались уже, казалось бы, ненужные предметы. Бутылки стеклянные и пластиковые, упаковка от сока, яиц, конфет. Наталья Степочкина предложила первоклассникам распределить мусор по разным бакам. – Пластиковую упаковку куда будем выбрасывать? – В сны. – Потому что можно переработать. – Можно переработать? Умница! Учителю помогали девочки-старшеклассницы. На днях у них прошел подобный урок. Сегодня они закрепляют пройденное, объясняя малышам, пользу переработки мусора. – Я считаю, что такие уроки нужно проводить не только для детей в школе, но и для взрослых, для детей в детском саду, потому что проблема общая. И коснется она всех, и мы все можем помочь нашей планете. Еще одним интересным заданием было нарисовать баки двух цветов и предметы, которые нужно выкидывать в каждый из них. Это упражнение закрепило знания, полученные на экологическом уроке. Теперь первоклассники будут точно знать, что есть мусор, который еще сможет принести пользу. – Надо его расфасовывать и давать им вторую жизнь. – А что значит вторая жизнь? Как это? – Его потом переплавляют и делают что-то еще. – Я скажу родителям, чтобы они купили еще контейнеры и будем выбрасывать в разные контейнеры. Чтобы ребята смогли лучше усвоить новые знания и поделиться ими со своими родителями, Наталья Васильевна вручила каждому памятку. Татьяна Брылова, Николай Карбанов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В Видновской детской школе искусств в рамках общероссийской программы Юрий Башмет «Молодым дарованием России» прошли два мастер-класса по саксофону. Поделился с юными музыкантами секретами мастерства лауреат международных конкурсов и преподаватель легендарной Гнесинки Леонид Друтин. Побывала на одном из мастер-классов и наша съемочная группа. В мастер-классе по саксофону от лауреата международных конкурсов Леонида Друтина могли принять участие не только воспитанники Видновской Дэшии, но и юные музыканты из других образовательных учреждений области. Девятилетний Олег Утешев из Жуковской школы искусств в тот день первым вышел на сцену к маэстро. В игре на саксофоне нет мелочей, важно буквально все. Положение мунштука, способ звукоизвлечения, дыхание. Именно эти нюансы проработал с Олегом Леонид Друтин в первую очередь. Обратите внимание, позицию губ сейчас и позицию подбородка какая-то. Она должна сохраниться точно такая же при игре на саксофоне. А когда он начинает играть, он перенапрягает весь свой аппарат. Затем перешли к разбору техники игры. Вот что я делаю с ним. В свои 9 лет Олег Утешев уже обладатель звания лауреата различных российских и международных конкурсов. Перед мастер-классом он очень волновался, но, как оказалось, совершенно напрасно. Было интересно и познавательно. Мальчик многое узнал. Амбушюр. Как его правильно держать надо. И еще я извлек, что надо играть медленно пока. Поддержать юного музыканта приехали мама и преподаватель Олега Ольга Соколова, которая считает, что такие мастер-классы важны не только для учеников, но и для самих учителей. Всегда интересно услышать способы работы над произведением, потому что, да, безусловно, есть свои какие-то собственные, есть какие ты находишь, но все равно каждый человек уникален и ищет свои пути. И когда педагог-мастер с нами делится такими наработками своими, да, как это можно проработать, то это бесценно, потому что мы, конечно, тоже будем это применять. Что касается самого маэстро, Леонид Друтин уже дважды приезжал в Виднувскую Дыши, чтобы поделиться своим опытом и умением с юными дарованиями. Он считает, что подобные мастер-классы просто необходимы талантливым ребятам. В первую очередь это общение. Общение с родителями, с учениками. Я и мои коллеги, мы делимся своим опытом, стараемся найти здесь талантливых деток для того, чтобы в дальнейшем им помочь развиться. Мастер-классы в рамках общероссийской программы «Юрий Башмет. Молодым дарованием России» проходят во многих городах нашей страны с 2013 года. В стенах Видновской детской школы искусств маститые музыканты, лауреаты российских и международных конкурсов делятся секретами мастерства с ребятами с февраля 2018 года. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» состоялся очередной этап чемпионата России и премьер-лиги по баскетболу среди женских команд. «Спортэнтка» встретила на своей площадке «Динамо» из Новосибирской области. За ходом игры следила наш корреспондент Анастасия Воронина. У «Спортэнтка» сейчас непростой период. Травмы спортсменок мешают плодотворной работе. Но команда не сдается. На игру с «Динамо» из Новосибирской области они настроились оптимистично. Всегда вносятся корректировки. Потом не все игроки у нас здоровые, поэтому состав тоже меняется на игру. Ну и наши соперники тоже приобрели очень качественного игрока. Три дня назад канадская гражданка, которая очень сильно, конечно, помогает нашим сегодняшним соперницам. А мы, да, меняемся. Я надеюсь, что будем еще усиливать свою игру. С первых минут игры «Динамовцы» взяли инициативу в свои руки и повели в счете. Атака за атакой приносила им нужные очки. И все же «Спортэнтка» после взятого таймаута и наставления тренера удалось сравнять счет. Обе команды много атаковали, бросали трехочковые, разыгрывали быстрые комбинации. Не хватало только точности. А преданные болельщики с удовольствием смотрели захватывающий баскетбол, помогали видновчанкам своей поддержкой и верили в команду. Хотелось, чтобы выигрывали чаще впечатления, но самое положительное. Мы всегда регулярно ходим. Везения, наверное, не хватает чуть-чуть. Так вроде ничего играют. Не хватает молодого азарта, который именно внесут замены. Болельщица «Спортэнтка» Юлия Касатова занимается баскетболом уже не первый год. Поэтому не понаслышке знает, как непросто нашим девчонкам бороться с равными соперницами. Я желаю удачи, успеха, чтобы всегда выигрывали. Несмотря на то, что игра была очень равная, команда из Новосибирской области оказалась сильнее. «Спортэнтка» потерпела поражение со счетом 73-80. И опустилась на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по баскетболу. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Гелена Кошелева. Видное ТВ. И о погоде. Завтра снова пойдет снег. Днем будет минус один, ночью также в районе нуля градусов. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. На сегодня это все. Смотрите Видное ТВ и будьте в курсе событий и жизни. Ленинского района. До свидания.